Кто из знаменитых бизнесменов стал нежданным гостем для обычной семьи и кто из известных политиков решил заняться творчеством в сарае? Об этом в нашем международном сабзоре. Теперь официально. Илон Маск начинает бурить тоннель под Лос-Анджелесом, чтобы избавить город от пробок. Его новая технология Boring это специальный лифт, на котором машина опускается под землю и несется по разветвленной сети дорог на сумасшедшей скорости. Швейцарский бизнесмен-инноватор собирается построить целую систему подземных автострад, чтобы забыть о заторах раз и навсегда. Не ждали. На ужин к обычной американской семье внезапно пришел Марк Цукерберг. О том, кто пожалует в дом, хозяева узнали за 15 минут до появления гостя. Основатель Фейсбука решил пообщаться с американцами, которые поколениями голосовали за демократов, но на этих выборах предпочли Дональда Трампа. Ходят слухи, что Цукерберг задумается о политической карьере и поэтому отправляется в путешествие по американским штатам, где общается с простыми гражданами. Сарай за 33 тысячи долларов приобрел бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Здесь он собирается писать автобиографию. Дизайном занималась супруга политика. Для этой постройки, которую проектировали известные архитекторы, использовались только экологически чистые материалы. Творить Кэмерон будет в деревянном кабинете. Марафон для бегуна с церебральным параличом. 24-летний Патрик Барден успешно финишировал в лондонском забеге. В течение недели парень на ходунках каждый день преодолевал колоссальное для него расстояние и смог закончить дистанцию. Компанию ему составил мистер Горилла, участник которой бежал марафон на четвереньках в костюме обезьяны. Оба хотят таким образом привлечь внимание к проблемам инвалидов и собрать пожертвования. Боитесь пауков? Тогда этот человек тоже повергнет вас в ужас. Актер Трой Джеймс настолько гибкий, что может сравниться с настоящим насекомым. Он причудливо изгибается и крадется на лапах. При этом даже выражение лица человека-паука вызывает страх. Выступление актера-гимнаста принесло ему популярность. Теперь Джеймса приглашают поучаствовать во фрик-шоу. Хиджаб костюмированной вечеринке не помеха. В Малайзии мусульманские женщины надели яркие наряды, чтобы доказать. Даже консервативная религия оставляет место для праздника. Фантастические персонажи комиксов-аниме, супергерои, даже покемоны. Кого только не перевоплотились дамы в хиджабах. И устроили фотосессию, которую запросто можно разместить в модном журнале.